Привет, доброе утро, Кыргызстан. Мы продолжаем. У нас в студии появился замечательный человек с восхитительной улыбкой. Наша очаровательная гостья, которая уже не первый раз в студии, Игоря Бакатбекова с никнеймом Кеша Лук. Здравствуйте. Привет, как настроение? Отлично. Хотелось бы узнать, вот ты принесла столько вещей к нам в студию. Наверняка мы сейчас будем говорить о тенденциях все-таки весны 2015 года. Наверняка. Да, мы будем этого касаться, потому что я принесла несколько вещей. Ну, касательно трендов, это у нас самая актуальная вещь гардероба, это рубашка. Для девушек. Для девушек, да. Но у нас здесь рубашка, она мужского кроя. Ага. Как видите, она простая, без излишеств, без лишнего декора. Без погонов. Она просто вот именно та самая универсальная рубашка, с которой можно сочетать много чего. Вот. Поэтому я сегодня покажу несколько образов луков. Соберем. Ну, дорогие телезрители, можно я покажу? Если у вас наверняка в гардеробе у каждой девушки есть подобная рубашка. Мужская. Ну, мужского типа. Да, рубашка мужского типа, на самом деле, не редкость у девушек. Мне кажется, что сейчас Игорь нам расскажет, как можно будет разбавить свой лук и из офисного плантстона превратиться то в диву, то, я не знаю, в модного. То еще в кого-нибудь. Ну, давайте смотреть. Давайте, поехали. Ну, большую часть людей работают на работе. Находятся, да? Да, и поэтому у многих ограничивается именно дресс-кодом офисные будни. Поэтому, ну, конечно, самое банальное, это черная юбочка. Хорошо, что юбочка. Вот, я переживал, раз рубашка мужского покроя, я думал, что будут штанишки, да, там будут. Тут нет, все-таки юбочка. Я просто лично, я очень люблю платья и рубашки. Браво, плодисменты. Ой, рубашки, говорю, платья и юбки, а брюки не очень не люблю. Вот, поэтому, вот, юбка прошлого сезона с баской, которая трендовая, она подходит очень многим девушкам. Вот первый способ ношения. Также сюда можно, конечно, сделать, подобрать либо брюки, ну, любого кроя. Джинсы мы потом подберем. Это могут быть брюки-трубы, либо брюки, заложенные к низу. Ну, любые, которые любят. Это как-то продиктовано тенденциями именно наступившего года? Да, вот, например, в прошлом году я не могла найти брюки в магазинах, широкие трубы, потому что везде были заложенные к низу. Да, да, да. Завезли все, и я не могла найти, ну, и пришлось себе саму и сшить. Ага. Так мы и развиваем, собственно, дизайн-министре. Да, поэтому наши магазины все равно диктуют нам тренды. Ага, замечательно. Девушки сейчас разговаривают, а я, ну, да. Такая вот интересная вещь. Очень любопытная. Как вам, кстати, эта вещь? Очень интересная, я бы сказала. Прикольно. На плед похоже. Да, что-то этническое, да? Ну, это чапан made in Kyrgyzstan. Вот. Это чапан хорошо подошел к этой рубашке, и мы могли бы подобрать сюда вот такие джинсы бойфренды. Бойфренда? Бойфренды. Это свободные просто джинсы, не полуприлекающие просто. И если мы подберем сюда кеды или лодочки, туфли, то будет уже стиль casual на повседневку. Ну, ничего себе, да. Это сильно сказано. Это будет сильно. А значит ли это, что этнические принты, в принципе, могут быть сочетаемы с собственным стилем? Да, да, да. А есть риски того, что ты не попадешь? Под что? Ну, вот в смысле, надение что-нибудь традиционное будет выглядеть, как будто что-то у бабушки в сундуке взял. Главное просто смиксовать именно с чем-то современным, что-то старое, ну, сделать какой-нибудь парадокс. Тогда будет смотреться уже интересно. То есть будьте оригинальны. Самое главное, чтобы у тебя был модный гаджет. Если я, например, вот на это свое платье из панбархата одену, конечно, вот это, я буду смотреться как бабушка, на самом деле. А если, конечно, сочетать с рубашкой, они уже будут смотреться получше. По-другому. 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 Да, хорошо. Интересно. Далее это у нас что-то полупрозрачное. Далее это была просто вариация вообще, какие бывают у нас рубашки. Бывают вот, видите, просто однотонные обычные. Это рубашка? Да, это блузка женская, желковая. А почему она прозрачная? Ну, она полупрозрачная, но она не особо просвечивает. Не особо просвечивает? Нет, просто за счет принта. Но она тоже стильно смотрится, но я хотела сказать, что сюда уже сложнее подобрать что-либо. То есть ее, конечно, в офис будня не оденешь, потому что тут уже леопардовый принт всеми любимый, но здесь он такой более сдержанной вариацией. А у меня такой вопрос. Леопардовые принты, они до сих пор сохраняют свою актуальность? Они, по-моему, всегда сохраняют актуальность для некоторых. С древних времен. Есть девушки, которые из леопарда вообще не выходят. Не вылазят. Из образа леопарда я кошка дикая, я буду кошкой. Но он как бы не всем идет, и просто некоторые люди носят его не так, как бы не сдержанно. Они очень сдержанно, поэтому смотрятся немножко пошловато и вульгарно. Вот, имейте в виду, дорогие дамы, что нужно знать, когда, с чем и куда надевать леопарды. Можно забыть про эти леопарды великенцы. Вообще, на всю жизнь. Я всегда об этом знал, но не знал, как это выразить. Все. Далее у нас еще одни джинсы. Так, да, джинсы, но тут уже расклешенные. Клюш. Это, наверное, с начала 2000-х или... Мода вернулась тогда, да? Да, да, да. Но она вот с этими, если мы наденем с расклешенными джинсами, то снизу, да, нужно нам одеть обувь к той лодочке. Не кеды. Нет, кеды, конечно, можно, но уже как бы... кеды тоже, в принципе, можно. Все с этой же рубашкой. Да, 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 все с этой же рубашкой. Если не ошибаюсь, то, в принципе, с Клюшем у нас хорошо и каблуки пойдут. Да, да, каблуки. И если мы заправим рубашку в джинсы, то смотреться будет очень гармонично. Как у девушек все просто. И юбку одели уже туда, и одели чипан туда уже, и джинсы двое уже выбрали, и брюки у нас там есть. У мужчин одни брюки, одни джинсы. Все. Да, у нас заморочек больше, но мне очень нравится этот данный вариант, потому что здесь уже туфли составляют всю комбинацию. Получается, что в целом у нас достаточно, казалось бы, вроде бы обыденный лук, а потом раз детали, и они делают конфетку. Вот поэтому это универсальная рубашка, она же из базового гардероба, поэтому... Вот, следующая у нас вещь, это гипюровая юбка кружевная. Ну вот здесь она, ну, по мне, она как-то так немножечко. Почему как-то так? Вот, 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 вот. Ну вот Тимур бы такое не одел. Ну видите, да, просто ее надо разбавить чем-то, потому что это все у нас слишком голубое, поэтому нам нужен какой-нибудь поясочек. Как раз, Тимур правильно заметил, нам не хватало деталей, да? Да, да, потому что это слишком бледно будет смотреться, анатонно. Да, и сюда нужно подобрать еще правильную обувь контрастного цвета и аксессуары. Люба, дорогие телезрители, имейте в виду, что самое главное не сливаться, и я, по-моему, если не ошибаюсь, еще играет роль тон лица, цвет волос, что иногда, если вы, допустим, вот как я светленькая, мне какие-то цвета тоже не идут, значит... Ну есть такое, есть такая теория цветотипа, что вот определенный сезон у человека, поэтому нужно какие-то цветы, но лично я к этому вообще отношусь как-то равнодушно, поэтому мне кажется, что... А, то есть не обязательно придется? Да, не обязательно. Хотела красным, захотела семей, но все равно. Конечно, конечно. Я всегда красивый, я всегда дива. Кстати, я хотела вас спросить, как вы думаете, Тимур, куда можно пойти вот в таком образе, в такой юбке и рубашке с поясом? Ну, в принципе, и на работу можно в таком пойти, смотря какой офисный стиль у вас. Ну это работа мечты, если можно так одеваться. Да. Ну, наверное, пойти погулять где-нибудь какую-то, навстречу. Я думаю, на свидание. На свидание? Да. Ладно, ладно, я не очень понимаю, в чем ты хочешь на свидание, видимо. Романтичный образ, какая-нибудь легкая блуза, и, мне кажется, на весу прям классно. Вот. Вот это. Дурайка взяла вот этот жакет. Под этот жакет очень подошла бы вот такая красочная юбка. А снизу вот эта рубашка? Да, с этой же рубашкой, заправить ее вот так. Все, мы ее не трогаем. А как называется кроетка юбки? Раскрешенная юбка. Она классная. Да. Она классная. Не нравится. Но она на самом деле классная, она просто многим подходит. Она классная, я не спорю, да, и с жакетом, да, это называется? Это да, жакетик. С жакетом она будет смотреться очень классно, я это уже даже представил. Вообще шикарно будет смотреться. Вот так. И рубашку. Даже вот комбинация цветов, как-то вот она будет смотреться умиротворяющей. Спокойно. Ну, с этой кофточкой, да, она очень праздничная. Потому что она очень простит. Но вот в этом на работу не пойдешь. Вот на свидание в таком можно? А, в преддверии 8 марта можно было. Я на свою работу могу так пойти. У меня работа не предполагается. У вас работа мечта? Вот эти золотинки, они все-таки придают какое-то торжество. Да, 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 да. Поэтому здесь, конечно, нужно это не переборщить. С украшением. Да, с украшением и с блеском. Будет казаться. Не будьте, не берите за пример елочку на Новый год. Так что нужно все-таки сочетать. Так, движемся далее. Вот, вот это, кстати, очень замечательная вещь. Просто потому что здесь она по цвету хорошо смотрится, но единственное, опять же, здесь нужно разбавить чем-нибудь контрастным. Черными грибками. Потому что это все будет голубовато. Или какой-нибудь платок. На голову. Как раз у нас есть такой шарфик. Нет на шею. Либо можно шейный какой-нибудь шелковый. Ну, вы знаете, стиль Одри Хеппер на завтраку Тиффани, что-то из этой серии. Да, потому что он такой, цвет такой же, очень простой крой. Да, и он под все подойдет, под любой образ. Ну, это такой весенний, да? Да, он весенний. Он такой зимний сезонный, очень гахтящий. Как раз хорошая. Мне очень нравится. Нежные у нас образы. Все-таки вы за женственные образы. Очень за. Конечно, это в первую очередь. Так, ну вот это, я думаю, это как раз кэжуал каждый день. Вот это кэжуал. Это такой стиль колледж, что ли. Когда вот с рубашкой. Ну, это самый простой, наверное, самый распространенный. Когда можно носить вот так же с джинсами, бойфрендами, ну или с раскушенными джинсами. Ну, если, допустим, сюда подобрать какие-нибудь модные макосины и стильную сумку, то, в принципе, очень даже ничего. Да, как раз очень подойдут лоферы. Вот эти тренды, они вообще смотрятся будут классно. Вот обычная какая-то одежда. Лоферы? Это ботинки. Это обувь, да? Да, обувь, которая пришла из мужского гардероба. И вот у нас сейчас совсем немного времени, но я хотела бы обратить внимание. Мне кажется, сейчас бы мне это очень подошло. Потому что, ну, или наоборот было, сливалось, да? Что? А, с тобой? Да. Да, наверное, сливалось. Да, поэтому необходимо было бы добавить какую-нибудь еще деталь. Тоже классная вещь, как это называется. Ну, это курточка, тоже жакет. Но это одна из вариаций, потому что могла бы здесь и быть косуха просто. С такой рубашкой. Как будто на ребенка. На ребенка? Да. Нет, просто на докороченные рукава. Все, понятненько. Спасибо большое, что сегодня побывали у нас. Обязательно ждем вас еще на тему. Мужского гардероба. И вот такое вот ваше пожелание всем тем, кто хочет быть модным, в тренде. Можете сейчас обратиться и сказать, чтобы они просто, ну, вот, не мозолили глаза своими леопардами, принтами или что-нибудь еще. Ну, я хотела сказать вам спасибо большое за приглашение. Я очень рада быть снова здесь и буду очень рада и в следующий раз. Хотела бы всем пожелать, чтобы вы экспериментировали, не боялись ничего. И главное, чтобы вы не одевали в серые и темные. Одевайтесь в яркие цвета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...